Восемнадцатый год. Именно тогда разгорелась та гражданская война, которую сегодня совершенно неверно интерпретируют. Почему-то все считают, что гражданская война – это война между белыми и красными. Это меньше половины гражданской войны. Это где-то одна четвертая гражданской войны. Потому что одновременно воевали еще бывшие члены учредительного собрания, которые собрались в Самаре и создали Восточный фронт, опираясь на чешский корпус. Плюс воевали все националисты окраин, которые стремились отхватить себе как можно большую территорию. Шла война между Эстонией и Латвией. За годы гражданской войны прошло две войны между Азербайджаном и Арменией. Одна война между Арменией и Грузией. Одна война между Грузией и Азербайджаном. Украина воевала против России. При этом, что любопытно, против украинцев воевали и белогвардейцы Зеникин. А с другой стороны, советская власть, которая, когда начали наступать немцы, быстро создала, точнее, три советских республики, которые объявили, что они никакого отношения к Украине не имеют. А именно, Донецкая Криворожская. Это от Харькова до Днепропетровска сегодняшнего. Одесская республика. Это тогдашняя Херсонская и Николаевские губернии. И Таврическая губерния, то есть Крым, со значительной территорией на материке. Но немцы заняли эти территории, но не уничтожили советскую власть. И поэтому шла война на севере между Украиной и Советской Россией. На востоке война между националистической Украиной и Советской Украиной, в которую слились вот эти две республики – Донецкая, Криворожская и Одесская. Как вы хорошо знаете, Гражданская война завершилась полной победой советской власти. Почему? Да потому что только большевики отдали землю крестьянам. Только они. Больше никто на это не шел. Белогвардейцы не то, чтобы они возражали против передела, но они говорили, это решится потом, вот мы возьмем Москву, мы созовем Земский собор, вот он и решит. А крестьяне больше не верили в будущее такое. Они говорили сегодня. И поэтому они пошли за большевиками. И еще сыграло роль то, что примерно 75% кадрового, офицерского и генеральского состава царской армии перешло на сторону большевиков. Ведь почти всеми советскими армиями командовали царские генералы или генералы, ставшие таковыми в Первую мировую войну, которых никто не арестовывал потом. И все они умерли на пенсии своей смертью у себя дома в своих постелях. Совершается Гражданская война и возникает вопрос. Так что же делать? Потому что к этому моменту оказалось, есть Российская Федерация, есть Белорусская Советская Республика, Украинская, Грузинская, Армянская, Азербайджанская. Первое, чего добивается Сталин, объединение Закавказья в одну Закавказскую Федеративную Республику. Сам родом оттуда, он знает, что такое отношение между грузинами, армянами и азербайджанцами. Он сам вооружал армян в пятом году в Баку, чтобы спасти их тем самым от резни, которую собирались устроить мусульмане-азербайджанцы. Он знает, что там одно село армянское, другое грузинское, третье азербайджанское. Нельзя провести границу между тремя государствами. И он принимает решение, образно говоря, соломонного решения, объединить их, чтобы не было вот этого дробления и драки, где проходит граница. И вот четыре республики. Как их объединить? Сталин настаивает на автономизации. Об этом опи-байнул Путин, но не объяснил, что это такое. А Сталин говорил, национальные республики, белорусская, украинская, закавказская, входят как автономии в состав Российской Федерации. Он не любил раскрывать дальнейшие планы, полагая, что по мере экономического роста автономии пропадают и остаются только экономические области. Но все остальные члены Политбюро от Ленина до Троцкого, Зиновьева и Каменева, и Бухарина, настаивали на ином. На чем? Они были твердо уверены, что если не сегодня, так завтра или послезавтра в Европе произойдет пролетарская революция. И она непременно победит. А раз победит, возникнет германская советская республика, разумеется, польская, чехословацкая и австрийская между Германией и Россией. И что тогда с ними делать? Включать их как автономию в состав России, бред полный, действительно отсталая, аграрная Россия и одна из самых развитых стран мира, Германия, с прекрасной промышленностью, великолепным рабочим классом, организованным лучше, чем наш, по численности больше, чем наш. Но нельзя включить Германию автономию в состав России. Придумывают выход. Конфедерация в форме союза. Все советские республики объединяются в единое союзное государство. Сталин почти год 22-й пытался сопротивляться этой идее. И только в конце декабря 22-го года, когда Ленин уже был тяжело болен и не участвовал в работе ни высших партийных органов, ни государственных, последовало любопытное решение. На пленум приходит Каменев и говорит, вот он беседовал с Лениным, Ленин сказал, обязательно союз советских республик и непременно, чтобы было записано с правом свободного выхода. Поэтому, когда мы сегодня говорим, так кто же сказал Мяу, кто вот это совершил? Дело мы должны помнить. Во-первых, совершили при больном Ленине и сопротивлении Сталина, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин. Вот, да и Рыков. Пятый, кто несут прямую ответственность за именно такую форму нашей страны на долгие годы. Делали это они корыстно? Да нет, они наоборот хотели лучшего. Они думали, что действительно вот в 1923 году произойдет революция в Германии. Газета «Правда» в восьми или десяти номерах опубликовала подвалами статью Зиновьева, тогда председателя исполкома Коминтерна, в которых Гришка Третий, как его называли в Ленинграде, Гришка Первый – Отрепьев, Гришка Второй – Распутин, и для петроградцев Зиновьев стал Гришкой Третьим. Он желал иного. Великолепная, мощная Германия плюс аграрная Россия создают союз, не победенный никем. Самое мощное государство в мире. Вот они чего добивались. Они очень хотели победы революции в Германии и соединения с нею, чтобы возникло то, что сегодня является, в общем-то, Евросоюзом. Мощнейшее государство, немыслимое по своему экономическому потенциалу. Но кто же знал, что все обернется иным? Вот то, что республики стали полусамостоятельными в составе СССР, ускорило нарастание в них национализма. Ведь раз они самостоятельные, у них и свой государственный язык. И представляете, что происходит в середине 20-х годов на той же Украине? Документы свидетельствуют безработицы, но в это время идет перепись населения. И на предприятиях рабочим говорят, запишешься украинцам, сохранишь свое рабочее место. Запишешься русским, вылетишь. И люди записывались украинцами только для того, чтобы не потерять работу при той жуткой безработице. А тогда, в 1925-1926 году, в стране было примерно полтора миллиона зарегистрированных безработных. То есть тех, кто отметился на бирже труда. А сколько их было еще вне? А добавьте сюда, два с половиной миллиона ежегодно крестьян уходило из деревни, потому что земли нету, и они не могут там прокормиться, и они уходили в город в поиск работы. И вот в таких условиях Харьков, который был тогда столицей Украины. Почему Харьков? Потому что город, населенный только русскими, промышленный, и на него делали ставку, как на ту столицу, которая удержит в рамках советской власти Украину. Начали проводить украинизацию, потребовали, чтобы все преподаватели школ и высших учебных заведений немедленно овладели украинским языком и преподавали только по-украински, а в школах и институтах учились только на украинском языке. И вот это была вторая волна того национализма, которая нам аукнулась в 91-м году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok